Дисней и Марвел радуются собственным провалом, снова пираты Карибского моря, продолжение Дома у дороги, а также трейлеры и анонсы последнего времени. Все это и кое-что еще в новостном выпуске на канале Кинофильм. Ну что, скучали? Наверное, самая скандальная закулисная новость последнего времени. Кинофильм выяснилось, что в студии Дисней действует негласная кадровая политика. Они не нанимают в качестве новых актеров и сценаристов белых мужчин. Не то, чтобы нас это всех удивляет, ведь как бы Мышиный дом не скрывал это правило, очевидно, что рано или поздно оно вылезет наружу. И оно уже вылезло. Почти все фильмы студии за прошлый год провалились в прокате и продолжают проваливаться в этом. Разве что Гололомка 2 спасает ситуацию, заработав первый миллиард. Главы студии Марвел и Дисней решили сделать хорошую мину при плохой игре. Все помнят, что прошлый 2023 год стал максимально унизительным для кинокомиксов. Все фильмы не вышли на миллиардный рубеж, а Капитан Марвел 2 и третий фильм о Человеке-Муравье провалились с треском в прокате. Тем не менее, Кевин Фаггес и товарищ считают, что все нормально. Вроде как это даже хорошо, что провалились, ибо сейчас они как вернутся, как вжарят и снова все миллиарды им достанутся. К слову, возвращение похоже будет только с фильмом Дэдпул и Росомаха. Ну и еще в сентябре ожидается сериал «Это все Агата», продолжение Ванда Вижн, кстати, помните вообще такой сериал, и сериал о воинах Ваканды где-то в конце года. Но глупо делать на них коммерческую ставку. Сериалы по сути подкрепляют общую историю полнометражных фильмов, которые должны делать большую кассу. В общем, если проще, то... С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Вообще, стриминговый сериал с Диснея, Дисней Плюс, весьма дорого обошелся студией. Они потеряли на нем 4 миллиарда долларов. По словам Боба Айгера, главы студии, они слишком быстро и слишком много инвестировали в сервис, и пока не дождались возврата средств. Увы, запуск сервиса не оправдал себя финансово. Сейчас Дисней Плюс хотят объединить с другим онлайн-сервисом Hulu и сократить расходы на традиционное телевидение, дабы повысить рентабельность всего сервиса. Постановщику Дэдпула и Росомахи Шону Леви, скорее всего, придется отдуваться за новую часть Мстителей, если, конечно, фильм про двух антигероев удастся. А новые Мстители — это весьма себе тяжелая ноша. Там обещают вернуть всех живых на данный момент персонажей киновселенной, а, возможно, еще и нахватают из параллельных миров тех, кто уже умер. Великая сила, однако, налагает великую ответственность, как говорил дядя Бен. Джордж Лукас недавно поделился, что его заставило продать «Звездные войны» Диснею. Оказывается, он почувствовал возмущение в силе и испугался стриминга. Создатель саги сказал, что заметил, что такие сервисы, как Netflix, начинают набирать силу, и он понял, что грядет передел рынка с помощью новых технологий, в которых он ничего не понимает, и решил продать франшизу. Было это еще в далеком 2012 году. С тех пор в Диснее умудрились наснимать пять полнометражных фильмов и разбазарить дух далекой галактики, кое-как сохранив его остатки в сериалах. Но Джордж Лукас сказал, что смирился с этим. Ну еще бы, ведь сумма сделки была 4 миллиарда долларов. Джон Маскер раскритиковал современный подход студии Дисней к тому, что во главу угла проектов ставят политические и социальные проблемы современности. А знаете, кто такой Джон Маскер? Это режиссер и сценарист таких мультфильмов, как «Моана», «Принцесса и лягушка», «Аладдин», «Геркулес», «Планета сокровищ» и «Русалочка». Критикует он, впрочем, аккуратно, говоря о том, что отказываться от важных посылов не нужно, но нужно уметь ставить на передний план историю, а не политические высказывания. А помните, как в Марвел хотели снять Блэйда с Махершалой Али в главной роли? Ну, проект остался снова без режиссера. И это уже во второй раз. Имена этих постановщиков вам мало что скажут, но суть в том, что пока снимать фильм некому. Исполнитель титульной роли убежал сниматься в четвертую часть Мира Юрского периода, а сценария отдали Эрику Пирсону. Он писал такие проекты, как «Тор Рагнарёк», «Чёрная вдова», «Агент Картер» и «Громоверцы». Насколько это плохо или хорошо, судите сами. Но Блэйда придется подождать еще. Кстати, эту ситуацию прокомментировал сам Весли Снайпс, который трижды исполнил эту роль в прошлом. Парни продолжают поиски тайного ингредиента. Да, кататься на снегоходах по асфальту сложновато. Только у настоящих дневных продяг все получается легко. Получается, классический Блэйд не одобряет. Хотя, как хотите, так и понимаете. Но вряд ли студия откажется от фильма. По словам Кевина Фагги, именно Блэйд когда-то, в 98-м году, показал ему, на что способны кинокомиксы. Оказывается, тот самый странный проект «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби живее всех живых. И студия не только не отменила его, а еще и поставила в приоритет, прикрепив к нему в качестве сценаристки Кристину Ходсон. Она написала «Хищных птиц». Продюсер Джерри Брукхаймер вообще говорит, что хотел бы снять и второй фильм с обновленным актерским составом, но при этом тайно хочет, чтобы вернулся Джонни Депп. И студия тоже хочет. А знаете, кто не хочет? Джонни Депп не хочет. Джек Джилленхол вернется в продолжении «Дома у дороги». На данный момент известно лишь то, что фильм анонсирован, но подробности сценария неизвестны. Также, скорее всего, не вернется режиссер Даг Лаймен, которого вроде как обманули, а оперативно выпустил фильм на видео, хотя он снимал его для кинотеатра. Если вы помните, то «Дома у дороги» вообще-то ремейк фильма 89-го года. И, кстати, у него тоже есть вторая часть, вышедшая в 2006 году. Правда, вышла она сразу на DVD. И легендарного Патрика Суэйзи там заменили на малоизвестного Джоната Шека. Сам фильм шел чуть более часа и провалился к хренам. Ну, может, в этот раз получится. Грядущий фильм «Возвращение в Сайлент-Хилл» поделился первым кадром, и на нем изображен наш старый знакомый «Пирамидоголовый», который впервые появился во второй части игры. Сам же фильм тоже будет основан на второй части. Джеймс, внутренне сломленный человек, который расстался с Мэри, любовью всей своей жизни, получает у нее загадочное письмо с приглашением вернуться в Сайлент-Хилл. Приезжает и находит хорошо знакомый городок в ужасном состоянии, в чем виновата таинственное зло. В поисках Мэри Джеймс встречает невообразимо пугающих существ и начинает распутывать секрет трансформации Сайлент-Хилла. Но чем больше он погружается в темноту, чем страшнее становится истина. Главный герой изо всех сил старается продержаться как можно дольше, чтобы спасти любимую. К слову сказать, вышел еще и тизер этого фильма. Вообще, мне кажется, что фильм больше похож на рекламу видеоигрового ремейка, который, кстати, тоже должен выйти, как раз по второй части. Но даты релиза точно нет, как и даты релиза фильма. Так что ждем. Трейлер Битл Джуса 2 показал, что, видимо, большая часть сиквела будет не в реальном мире, а в загробном. А в остальном, вроде бы, дух оригинального фильма сохранен. Но я напомню, что он вышел 36 лет назад. И поэтому, насколько создателям удастся действительно перенести настроение столь древнего фильма, узнаем 6 сентября. Чужой Ромул и его первый трейлер пробирает до жути. Похоже, фильм действительно отдали в надежные руки. Нас ждет криповая атмосфера самой первой части, что уже дорогого стоит. Подробности мы узнаем на премьере 6 августа. Веном 3. Последний танец также обзавелся полноценным трейлером. Смех, смех, да и только в хорошем и плохом смысле. Мне кажется, что в Sony забыли, что Веном вообще-то это антигерой, и фильмы с его участием не должны быть столь смешными. Но это уже их дело. А так, да, Веном и Эдди Брок дурачатся, как студенты на каникулах. Уж не знаю, что там будет в фильме, кроме всего этого, но узнать об этом можно будет 25 октября. Появились первые кадры второго «Гладиатора» от Сэра Ридли Скотта. Вообще, со слов создателей, это должен быть фильм с самыми масштабными экшн-сценами за всю историю кино. Но это мы слышим каждый год и про каждый второй фильм. А сам «Гладиатор 2» выйдет 15 ноября. Еще один интересный проект был анонсирован. Это фильм «Красный». Рождественский блокбастер про пропавшего Санта-Клауса и миссию по его вызволению. Возглавляют отряд Дуэйн Джонсон и Крис Эванс. И, похоже, это будет действительно кинокомиксовый фильм на тему Рождества. Но после «Жестокой ночи» уже удивляться не приходится. И, возможно, самый интересный анонс из всех. Роберт Зе Мэккес радует новым интересным проектом. Фильм «Здесь», действие которого происходит в одном месте с одного ракурса, но на протяжении многих лет, начиная от эпохи динозаров и заканчивая нашими днями. Однако основная часть действия коснется 20-21 веков и главных героев в исполнении Робин Райт и Тома Хэнкса, которых изрядно молодили для фильма. Они впервые поработают с Зе Мэккесом со времен Фореста Гампа. Ждем 15 ноября. Кроме всего прочего, за это время дважды успела состояться премьера «Фуриосы», спин-оффа «Безумного Макса» в кинотеатрах и в «Цифре», и премьера фильма «Майор Гром. Игра». О своих впечатлениях, кстати, я поделюсь у себя в телеграм-канале, и, пожалуй, пусть они там и остаются. А вы заходите почитать. Кстати, я надеюсь, вы оценили обновленный формат 5 фильмов с гостями. Как вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях и приглашайте других авторов на YouTube, чтобы поучаствовать. У меня личка группы ВК открыта, я просмотрю у всех. А у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. В этом месяце планируется достаточно много событий. Возможно, по некоторым из них будут видосы. Поэтому не забудьте обновить подписку на канал. И увидимся с вами, когда увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!